В двухподъездном пятиэтажном доме электричество отключено с 24 марта. Причина отключения – задолженность жильцов в несколько тысяч рублей. Только о таком решительном шаге компании жильцы узнали внезапно. Нас никто не предупредил. Отключили внезапно. Как раз было похолодание в 5 часов вечера. В доме проживает очень много детей, семей с детьми, пожилых людей. Квитанции у нас идут от имени Боханова Елены Вадимовны, как частного лица. Потому что она до сих пор нас не оформила, как многоквартирный дом в энергосбытии. Ситуация со схемой оплаты коммунальных услуг – лишь малая часть махинаций застройщика. Многоквартирный дом возведен незаконно. Администрация выявила самострой еще на стадии строительства. Но в сносе незаконного здания было отказано. В 2013-м застройщик признал право собственности по суду. Владелец дома не посвятил новоиспеченных жильцов проблему с коммуникациями. Весь зимой я уезжаю, потому что здесь невозможно жить. В прошлом году я сделала ремонт, хотела заехать в сентябре. Но застройщик затопил мою квартиру полностью. Мой евроремонт был потоплен. Свидетельство я получила в 2012-м году. Все должно быть центральное. Все на моих глазах формировалось. Сантехник делал разводку, воду подводил, электричество. Все это было. Но это все работало перебойно. Но мы с надеждой жили, что все будет хорошо. Но после недели без света, воды, отопления, жильцы развеяли последние надежды. Ведь признание владельцам права собственности на дом по суду – это не гарантия подключения многоэтажки в централизованной системе коммуникаций. Лимит воды, света и газа был рассчитан для индивидуального дома. Застройщик нам обещал, что все коммуникации будут, что они все центральные. И мы им верили до последнего. Но уже нашего терпения просто нет. Мы вообще не справляемся, потому что невозможно справиться. На кострах люди готовят пищу, кушают, не моются, если куда-то к родственникам или куда-то в гостинице. Жильцы проблемного дома обратились за помощью в администрацию. Конечно, юристы в рамках закона помогут жильцам. Но новоселы не останавливаются на достигнутом. Готовят документы в суд, чтобы обязать застройщика выполнить условия, прописанные в договоре. А пока идут разбирательства, жильцы вынуждены решать бытовые проблемы. Обезопасить себя от приобретения самовольных строений можно. Необходимо ознакомиться с перечнем выданных разрешений на строительство на официальном сайте администрации. Если дома в нем нет, значит он незаконный. На сайте также опубликован черный список самостроев.